Я всех приветствую на своем канале Уньфам Митюньфам и с вами Лена. Если вы вдруг действительно поехали во Францию, вам удалось туда попасть, что же можно привезти с собой? И недавно у нас с мужем была годовщина свадьбы, мы поехали во Францию. Хотя бы раз в году, но во Франции мы бываем. Тоже мы обычно оттуда вывезем. Ну конечно же, французы очень знамениты своими батонами хлеба, багет. Все-таки надо найти хорошую булочную и несколько штук купить. Они очень вкусные, но в проб покупать не стоит, потому что через пару дней какой бы багет вкусным не был, все равно он высохнет и от него не останется никакого следа качества. Мы даже попали в какую-то бронжерию, где они выиграли золотую медаль багет, поэтому он был ужасно вкусный. Я не могу вам ничего показать, потому что мы, конечно же, уже его съели. Что же еще стоит покупать? Это сыры. Тоже в проб не стоит покупать. И если вы покупаете, то все-таки, когда вы ездили в холодную погоду, к счастью и несчастью, когда мы были во Франции, было 8 градусов, поэтому мы довезли сыр без никаких проблем. Я это упаковала в упаковку вакуумную, чтобы, конечно же, не было запахов. И сейчас покажу вам парочку сыров, которые мы еще не съели. И могу вам посоветовать. Такой вот мы покупали. Кротан де шевр. Если вы знаете салат шевр-шоу, то обычно это делается с козьим сыром. У них есть разные козьи сыры. Мы уже, конечно же, кое-что все съели, то, что у нас другую было. Просто обалденные сыры. Очень мне нравится. Следующее, что я вам покажу, это будет сыр ностальгии, потому что, когда я училась в школе, я жила в интернате при этой школе. И нам каждый раз на ужин давали вот этот вот сыр, который называется Borsin. Мы с мужем его просто обожаем. И поэтому, когда мы приезжаем, мы его покупаем. Это просто сыр, который вы намазываете на хлеб. Он с травами и с чесноком. Безумно вкусный. Салат. Видите, здесь еще есть с луком, с перцем, в общем-то, черным. Такое. Вот вторая упаковка. Одну мы уже съели. И также стоит покупать масло сливочное. Да, не удивляйтесь, у меня сливочное масло, но не дешевое, которое чуть-чуть подороже, потому что оно действительно просто превосходного качества. И также мы купили варенье. Варенье мы купили Bon Maman. Знаменится французское варенье. Вы не подумайте, у нас его тоже продают, но в Германии она стоит намного дороже. И мы еще купили именно со вкусами, которые у нас не продаются, потому что мы были в Лорен. И этот регион, он очень знаменит именно своей алычой. Да, поэтому мы купили также и алычу, как вы видите, варенье из алычи и варенье из ревня, потому что у них также знаменит именно продукты с ревнем, алычой. И также регион знаменит Бергамота. Поэтому, да, смотрите, чем знаменит этот регион и покупаете именно вот такие вот специализированные продукты. Извините, мы, например, из алычи также купили вот такой вот алкоголь. Здесь 45 градусов, кстати, чуть ли уже не как водка. Я думаю, наш дежестив, когда будут приходить гости, вспомнить нашу поездку и заодно можно будет насладиться этим напитком. Также мы купили тоже ликер. Уже здесь 15 градусов процентов алкоголя. И само собой разумеющееся вина. Неважно, в какой супермаркет вы попадете, там просто огромнейший выбор вин. И даже здесь, в самом большом нашем немецком супермаркете, вы не найдете такой выбор именно, как у них. И уже, начиная от 5 евро, действительно, у них есть вкуснейшие вина, хорошего качества. Стоит закупиться. А если вы на машине, то еще лучше, конечно же, сразу же поехать. Вы видите, мы, например, по дороге остановились. О Лельево. Это семья, которая производит вина. Производят они 110 тысяч бутылок в год, как они сказали. И даже вот на экспорт во все страны мира, даже в Японию. Мы у них купили всевозможные вина. Но хотелось вам показать. Видите, здесь написано Le Vangri. Это серое вино. Да, не удивляйтесь, это не белое, это не розовое вино. Это именно серое. Это специальный сорт винограда. И оно пьется холодным больше на лето. Несмотря на то, что я все-таки предпочитаю красное вино. Не то, что предпочитаю. Я остальные вина даже в основном не пью. Я попробовала все-таки это вино. Оно мне безумно понравилось. Поэтому все-таки пару бутылочек прихватили. Останавливайте. Действительно, у людей они... Вот смотрите, мы ехали, например, в воскресенье. Конечно, мы заранее на сайте посмотрели, когда они открыты. Но даже в воскресенье они были открыты. Мы пришли, вам показывают, как они производят. Там можно задать возможные вопросы. Все расскажут, покажут. И купить всякие вот... Все вот это вот мы покупали у них на месте. Поэтому, да, наслаждайтесь страной. Страной гурманов. Это просто... Я не знаю, чего стоит только их выпечка. Их круассаны, пан шоколад. Я каждый раз, когда приезжаю, ну просто, наверное, из всяких кондитерских не вылезаю. Я даже не знаю, если я набрала там несколько килограмм... Ну, несколько точно, ни одного килограмма, может, я и набрала. Потому что ты просто вот не можешь не вкушать все эти деликатесы, все сыры, вина. Поэтому, да, просто прекрасная страна. Каждый год мы туда ездим с большим удовольствием. И каждый раз вот в разные города. В прошлом году мы были в Ницце. Поэтому, кто не смотрел видео о Ницце, я оставлю где-нибудь ссылку тоже здесь. Что ж, на этом все. Большое вам спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада видеть новых подписчиков. А старым всем передаю привет и большое спасибо, что вы остаетесь со мной. И говорю вам на следующих встречах. Всем пока!